Что же касается таухида, которому призывали посланники Аллаха, из которым были неспосланы писания Аллаха, этот таухид, которому призывали посланники, он состоит из двух частей, из двух видов, оба из них обязательны. Первый вид – это таухид в познании и утверждении. Второй вид – таухид в стремлении и намерениях. Два вида таухида. Первый из них – то есть в познании и в подтверждении. Касающийся познания и подтверждения. Что это за таухид? Это таухид – признание человеком в буквальном смысле сущности Аллаха, его имен, его атрибутов, его действий, его возвышенности над престолом, над его небесами. Признание того, что Аллах, Субханава Тааля, произнес свои писания, что он говорит, с кем пожелает из своих рабов. Этот вид таухида включает в себя подтверждение того, что предопределение Аллаха и его решение охватывает все сущее. И Кур'ан, он рассказывает об этом виде таухида самым красноречивым образом. Например, в начале суры «Аль-Хадид» – «Железо», или в суре «Таха», или в конце суры «Аль-Хашр», или в начале суры «Танзиля» – «Саджда», или в начале суры «Али-Имран». Сура «Ихляс» полностью посвящена рассказу об этом, об Аллах, Субханава Тааля, об его атрибутах, о его именах и другие суры. Второй вид таухида – мы сказали таухид в намерениях, в устремлениях. То, что называется таухид-люлюхия, таухид в божественности, то есть посвящение поклонения только одному Аллаху, Субханава Тааля. Если первый – это таухид, касающийся убеждений, касающийся познания, касающийся подтверждения, то есть это таухид господства Аллаху, Субханава Тааля, признания Аллаху единым Господом, и таухид признания имен атрибутов Аллаху, Субханава Тааля. Второй вид таухида – в стремлениях, в намерениях, таухид в поклонении, Едина Божия в поклонении. Об этом в Куране также сказано полно и красноречиво, так, например, в суре «Кулия югаль каферун» – «Скажи, о, вы неверные». В суре «Алимран» – «Кулия ахляль китаби тааляву ля калиматин саваин бейнена в бейнекум» – «Скажи, о, люди Писания, давайте придем к слову единого между нами и вами», чтобы не поклоняться никому на виду с Аллаху, Субханава Тааля. Об этом сказано в начале суры «Танзилл Китаб» и в конце этой суры. В начале суры «Юнус» и в середине этой суры, и в конце этой суры. И в начале суры «Аля Араф» и в конце суры «Аля Араф». И на протяжении всей суры «Аля Анаам» и в большинстве сур Кур'ана, более того, правильнее сказать, что каждая сура Кур'ана, она содержит в себе эти два вида тавхида, с которым пришли посланники, были неспосланы Писания. Более того, можно сказать, еще более общие слова, можно сказать, что каждый аят в Кур'ане, не каждая сура даже, каждый аят в Кур'ане, он содержит в себе тавхид, свидетельствует о тавхиде, призывает к тавхиду. Почему? Потому что Кур'ан – это либо сообщение об Аллахе, его именах, его атрибутах, его действиях, это что? Это тавхид, первый его вид, о котором мы сказали, тавхид, относящийся к знаниям и сообщениям об Аллахе. Либо аяты Кур'ана содержат в себе призыв к поклонению, к айбада только одному Аллаху, без предания ему сотоварищей, и отречение от всего, чему поклоняются наряду с ним. Это второй вид тавхида, о котором мы сказали, тавхид, касающийся намерений и устремлений. Либо Кур'ан содержит третье – это приказы и запреты, обязывание людей подчиняться Аллаху, субхану ва тааля, в его приказах и запретах. Это что? Это соблюдение прав тавхида, выполнение приказов и запретов – это соблюдение прав тавхида, права тавхида и совершенства тавхида, доведение его до полноты. Либо Кур'ан содержит сообщение о тех почестях, которые оказывает Аллаху, субхану ва тааля, людям тавхида, людям, исповедующим Единобожие и людям, которые подчиняются Ему. Рассказывается о том, что Аллаху, субхану ва тааля, делает с этими людьми в этом мире и какие почести оказывает им Аллаху, субхану ва тааля, вахира. То есть аяты, в которых рассказывается о воздаянии за тавхид. Четвертый вид смысла в Кур'ане – воздаяние за тавхид. Либо рассказывается в Кур'ане о людях ширка, о людях многобожия, и что Аллах, субхану ва тааля, делает с ними в этом мире, какой каре подвергает их, и какое мучительное наказание падет на них в вечной жизни. То есть это рассказ, сообщение о тех, кто вышел из тавхида. То есть получается, что весь Кур'ан, он либо о тавхиде, либо о правах тавхида, приказы, запреты, либо о воздаянии за тавхид, либо о том, что противоположно тавхиду, ширк, многобожие, люди многобожие, и воздаяние им, возмездие им. Весь Кур'ан о тавхиде. Аль-Хамду Лиллах, тавхид. Аль-Хамду Лиллах, вся хвала Аллаху, это тавхид. Раббеля Алямин, Господу миров, это тавхид. Аль-Рахмани Рахим, всемилостивому являющему милость, это тавхид. Малеки Яумиддин, властелину судного дня, это тавхид. И яка на Абуду, лишь тебе мы поклоняемся, это тавхид. И яка на Ста'ин, лишь тебя просим о помощи, это тавхид. Игди нас сурат аль-Мустаким, веди нас по прямому пути, это тавхид, потому что это просьба к Аллаху наставить на путь людей тавхида, тех, которых облагодетельствовал Аллах. Но не путем тех, кто под гневом твоим и не заблудших, это тавхид, это просьба защитить от пути тех, которые отошли от тавхида, от единобожия. И поэтому Аллах свидетельствует о себе самом именно этот вид тавхида. Этот тавхид, Аллах свидетельствует о нем сам, и об этом свидетельствуют ангелы, и о нем свидетельствуют пророки Аллаха и посланники Аллаха. И Аллах говорит, субханаву, об этом, сурля Алимран, шахид Аллаху, аннаху, ла илляха, илляху, ва вальмалайкату, ваулюл-ил-илми, каимом бель-киспы, ла илляха, илляху, азизу-ль-хаким, инаддина, инда Аллах ил-ислам. Засвидетельствовал Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. И ангелы свидетельствуют об этом, и обладатели знания. Аллах, соблюдающий справедливость, ла илляха илляху, нет истинного Бога, кроме Него. Аль-азизу-ль-хаким, великого, мудрого, инна-ддина, инда Аллах ил-ислам. Поистине религия перед Аллахом, это аль-ислам. Религия у Аллаха, которую он приемлет, это ислам, предание себя единому Аллаху и поклонение только Ему. Этот благородный аят, он содержит в себе, аят из суры Алимра, 18 аят, он содержит в себе утверждение самой сути, сущности тавхида и опровержения всем вот этим вот группам, о которых было сказано. Аят содержит в себе свидетельство о несостоятельности, порочности их высказываний, их пути. Но это станет ясно после того, как человек поймет этот аят через разъяснение того божественного знания, которое в нем есть, и тех истин веры, которые он содержит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!